Ученые, здравствуйте! Сейчас начнем. Всем привет! Вы на канале «Записки иммигранта», где мы рассказываем всякое разное о жизни в Англии. И сегодня я вам расскажу о месте в Лондоне, где ежегодно убивают 200 оленей. И сколько на этих смертях зарабатывают. Погнали! Добро пожаловать в Ричмонд-парк, самый большой королевский парк Лондона, природный заповедник национального масштаба, место особого научного интереса, прямо как звучит круто, и дом для более чем 600 оленей. Парк был основан королем Чарльзом I, который правил с 1625 по 1649 год. Ну, а потом его судили, казнили, Англия вообще превратилась в парламентарскую... Не-не, да, в республику, в Азереспублику, не монархию. Не об этом, конечно, сегодня, и вообще олени в этом не виноваты, по крайней мере, не те, которые живут в парке. Но! Если вы хотите услышать историю о том, когда Англия была республикой, то напишите «Давай монархию» в комментариях. В 1625 году Чарльз в попытке убежать от вспышки чумы в Лондоне перенес свой суд в Ричмонский дворец и территорию на холме около дворца превратил в охотничьи угодья для охоты на оленей. Территорию назвали «Нью Парк», дабы отделить от уже существовавшего парка в Ричмонде, который сейчас известен как «Олд Дир Парк» или «Старый Олений Парк». По-русски «Старый Олений Парк» или «Старый Парк Оленей», в общем, как ни говори, звучит странно и кажется, это такое место, куда надо согнать всех альтернативно отдаренных, ну, типа этих антипрививочников, плоскоземельцев и водителей БМВ. В 1637 году чехарда с именами была закончена и «Нью Парк» был переименован в «Ричмон Парк», а «Старый Ричмон Парк» в «Олд Дир Парк». В том же году был назначен первый смотритель парка. Должность была пожизненной, оплата составляла 12 пенсов в день, в современных деньгах это 6 фунтов или около 500 рублей. Помимо жалования, смотритель получал место, где жить, пастбище для 4 лошадей и право использовать хворост. Впоследствии смотрителей стали называть рейнджерами. В том же 1637 году Чарльз обнес парк забором, что не сыскало одобрения у местного населения, и он был вынужден подписать указ, позволяющий свободный проход для пешеходов через парк. Длина забора составляет 13 километров, средняя высота 2,7 метра. Стены парка находятся на своем месте и по сей день, а ворота для пешеходов остаются открытыми 24 часа в сутки. Но так было не всегда. В 1751 году принцесса Амелия, дочь, впрочем, не суть как важно, чья это была дочь, просто она была падчерицей короля, который в то время выседал на троне. У нас все-таки не такое серьезное и глубокое историческое видео. Стала она рейнджером и закрыла парк для пешеходов. Да и вообще почти для всех, кроме особо избранных особ. Это продолжалось до 1758 года, когда простой местный пивовар Джон Льюис подал в суд на привратника, не пустившего его в парк. Суд встал на сторону мистера Льюиса, и Амелия была вынуждена снять ограничения. Как мы, столетия идут, а ничего не меняется. Богатые, как всегда, пытаются повернуть закон в свою пользу. Но ситуация с мистером Льюисом показывает, что закон, он для всех закон, и он должен работать как на благо высшего сословия, так и на благо низших слоев. Правда, тут я немножко лукавлю. Надо понимать, что на дворе 1700 какой-то там год. И человек, который знает о своих правах более-менее, который может на кого-то подать в суд, да еще является пивоваром, что, скорее всего, он при деньгах, не делает его прям рядовым простолюдином, он вполне себе такая интересная и многосторонне развитая личность. Ну и стоит еще упомнить, что, скорее всего, он умеет читать, что и даже в наше время далеко не весь наш шарик еще умеет. В 1872 году право публичного доступа к парку было закреплено парламентским актом, но было запрещено собирать и отбывать в парке древесину для отопления жилищ. Это ограничение в силе по сей день и помогает сохранять природу парка. Ну... Да блин, ну ёперный театр. Ричфонд парк не был основан как самый большой парк, но в течение 18 и 19 веков в него были включены многие прилегающие территории, что довело общую площадь парка до современных тысячи с небольшим гектаров. По английским меркам площадь парка 2500 акров. Впрочем, что гектары, что акры мне нифига не говорят. Наверное, как и вам. Я поискал немножко сравнения в интернете, и Ричмонд парк занимает территорию, равную пяти Монако. Ну а чтобы вам было понятнее, если сравнить Ричмонд парк с ВДНХ, то ВДНХ 700 гектар, Ричмонд парк 1000 с небольшим. В общем, довольно-таки большой парк. В то же время были проведены работы по улучшению парка, включая прокладку новых дорог и сооружение водопоев для оленей. Парк насчитывает около 30 прудов, многие из которых рукотворные. Пруды были вырыты с целью осушения заболоченных территорий и чтобы обеспечить животным доступ к питьевой воде. В начале 20 века были приняты последние изменения, касающиеся публичного доступа к парку. Были убраны последние запретные территории внутри самого парка, а на поля была нанесена разметка для игры, футбол и крикет. Тут я хочу сказать, что это вообще очень по-английски заниматься командными видами спорта на свежем воздухе. Недаром у них три самых основных спорта. Это футбол, крикет и регби. Все играется на поле, все играется командой и, в принципе, играться может в любом парке. Полевой спорт – это вообще прям их тема. События Первой и Второй мировых войн также не обошли парк стороной. Парк использовался в течение обоих конфликтов, как место, где располагался военный госпиталь, а также место, где тренировались войсковые формирования. В противовес войне я предлагаю вам рассмотреть Олимпийские игры, как мероприятия, когда люди собираются, чтобы что-то создавать, чего-то достигать в позитивном ключе без разрушения. Во время Олимпиады 1948 года парк использовался как место, где располагалась Олимпийская деревня. А во время Олимпиады 2012 года через парк пролегали веломаршруты велогонок. Масло масляное, туфта... туфтологическое... У Ричмандского парка есть брат-близнец в Германии, в городе Брунсвик. Парк был разбит в 1768 году по просьбе принцессы Августы, которая после того, как вышла замуж за графа Брунсвикского и переехала в Германию, резко заскучала по родине. Специально для извлечения ее от хандры был разбит парк в английском стиле. Со скучной исторической частью покончили. Теперь переходим к интересному, к оленям. Изначально парк был разбит как охотничьи угодья, но времена поменялись. Больше нельзя прийти в парк и немножко пострелять велосипедистов, прикрываясь охотой на оленей. Да, и наш монарх немножко поистрепался. Единственное, зачем я могу представить ее охотничьи... 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 это вообще невозможно предсказать. Короче, единственное, на что может охотиться наш монарх... за кровью те все, чтобы поддерживать свою вечную жизнь. Популяция оленей насчитывает 630 голов. Они перемещаются по парку совершенно свободно. В парке обитают два типа оленей. Красные олени и лани. Первый – это одни из самых больших типов оленей с большими ветвистыми рогами и гордым видом. А вторые – это родственники Бэмби. Маленькие, миленькие, которых хочется... и, наверное, очень и очень вкусные. Охота на оленей в парке запрещена, но их популяцию все же необходимо контролировать. Два раза в год, в ноябре и феврале, в парке проводится отстрел оленей. Ежегодно поголовье оленей сокращают на 200 голов. Отстреливают как самок, так и самцов. Олени не убивают в случайном порядке. Поголовье сокращается с целью, чтобы соотношение самцов и самок оставалось 2 к 5, что считается стандартом для контролируемых популяций. Во время отстрела оленей публичный доступ к парку ограничен. Ну, что, в принципе, логично. Как бы health and safety. И если бы в Англии не ограничивали доступ к лесу, в котором в данный момент стреляют из-за настоящего оружия, ну, это была бы не Англия, а какая-нибудь другая совсем страна. Мясо убитых животных не пропадает даром. Его подают мясным лавкам, специализирующимся на дичи. Что делают со шкурами и рогами, мне выяснить не удалось. По добытой мной информации, за добытую оленину за последние 5 лет выручили более 250 тысяч фунтов, или 22 миллиона рублей. Все деньги были инвестированы обратно в развитие парка. Вот такой вот возобновляемый ресурс эти ваши олени. Надо не забывать, что олени это дикие животные. Несмотря на то, что они тут живут и довольно-таки привыкли к людям, случаются несчастные случаи. И руководство парка настоятельно рекомендует не приближаться к оленям ближе, чем на 50 метров. И, разумеется, не кормить их и не трогать. Это, конечно, трудно будет сделать, если вы находитесь от них на расстоянии 50 метров. Ну, разве что вы мистер фантастик. Есть два периода в году, когда олени особенно опасны. Во время гона в сентябре-октябре и в мае-июле, когда они рожают. В сети не раз проскакивали новости о том, что олени нападали на посетителей парка, атаковали машины и даже пытались изнасиловать велосипедистам. Вот и правосудие свершилось. Даже олени разделяют мою ненависть к велосипедистам. Правда, будучи велосипедистом, я бы не знаю, что выбрал. Чтобы меня случайно подстрелили, или, может, не так случайно, или чтобы меня трахнул олень. Помимо упомянутых выше опасностей, от оленей также можно подцепить болезнь лайма, которая может быть передана с помощью клещей. Она не лечится, но, on a bright side, в Англии нет клещей, которые переносят энцефалит. Хотя болезнь лайма все равно хреновая, и она не лечится. Поэтому любуйте с животинами издалека. В наши дни Ричмонд Парк популярное место как у жителей Лондона, так и у туристов. Туристов все оттянет, в первую очередь, посмотреть на оленей. Не очень много городов в мире, где в черте города ты можешь прям понаблюдать дикую природу, вот так вот весело прыгающую вокруг тебя. А для местных жителей это место, куда прийти и насладиться природой. Опять же, в черте города ты находишься... Вот ты практически вот выходишь и совсем-совсем не в Лондоне себя ощущаешь. Кругом все так зелено и просторно. Это популярное место для занятия спортом. Велосипедисты, бегуны, ездуны на роликах и прочие-прочие. Для них здесь раздолье. Для пеших посетителей парк отрыт 24 часа в сутки. Проезд для машин контролируется, а в данный момент времени, может быть из-за коронавируса этого, парк вообще закрыт для автомашин. И это на самом деле хорошо. Просто по всем дорогам можно ходить, гулять. Мы вон на лонгбордах приехали. Кайф! А на этом все. С вами был Тадеуш, и это канал «Записки иммигранта». Пожалуйста, напишите, как вам такое видео. Поставьте мне лайк, потому что если вы досюда досмотрели, вам явно не было противно. Поделитесь этим видео с своим знакомым оленем. И отправляйтесь на природу пока лето. А вот и все.